Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собачки, собачки. Какие собачки? Ты посмотри, после такого дождя ни одна собачка след не возьмёт. А с людьми я уже договорился. Люди будут. Надо выбираться. Потерпи-кать. Продолжение следует... Командир! На связи! Я обнаружил какие-то развалины. Ничего не трогайте, мы скоро будем. Понял. Где развалины, знаете? Усадьба старая? Да. Но... Где? Это вот так вот, прямо через лес. Так, ведите. За мной. Что опять у вас не так? Сейчас я догоню. Шнурок у меня развязался. Ладно, пошли. Догоняйте! Женька. Да, Лёша. Жень, нужна твоя помощь. Понял. Германа надо вытаскивать. Не знаю, может, завалило. Здесь у меня в Осиновке. В Осиновке? Вообще, чур знает, что происходит. Ну, что вы там так долго? Здесь вообще беспределы. Ручают, но в Осиновке... Лёша, Лёша, держись. Скоро будем. Пошёл вперёд. Дежурная смена. На связи. На выезд. Есть. Район Осиновки. Понял. Парни, поехали. Чёрт. Сегодня в заштатной Осиновке разворачиваются для многих неожиданные события. В одном из здешних домов спецслужбой был выявлен похититель жены политика Михаила Сундукова, в недавнем прошлом врач-хирург Герман Кузнецов. Как нам стало известно, во время прошедшего ночи урагана ему удалось скрыться вместе со своей жертвой. Но недалеко за деревней он сам стал жертвой непогоды. Теперь для его спасения вызвана служба МЧС. Давай, пошли. Аккуратнее. Аккуратнее. Жень, ну как они? Давай, давай. Ребята, посмотрите, может, ещё кто-то остался. Нормально. Гипоксия у обоих. Откачаем. Вчера никого. Сейчас. В нашу садчасть. Крузим потихоньку. Так, секундочку, секундочку. Кузнецова мы забираем с собой. На каком основании? Это не обсуждается. Женщину отправите к Сундукову. Там её заждались. А это ещё зачем? А как ты думаешь, я должен относиться к задержанному, а? Герман. Герман, как ты? Герман, слышишь меня? Так, ребята, осторожнее. Кузнецов, вы можете подняться? Герман. Подняться, спрашиваю, можешь? Давай. Давай попробуем поднять. Аккуратно. Герман, давай. Давай, давай, давай. Так. Опа. Держите его. Как ты? Катя где? Закончилась ваша Катя. Идёмте, Кузнецов. У нас накопилась к вам масса вопросов. Её домой увозят. Как ты себя чувствуешь? Идите сюда. Давай, снимай. А эти что здесь делают? Санкционировано. Не мешайте людям работать. Вы можете что-нибудь сказать по поводу происходящего? Комментарии вам дадут чуть-чуть попозже. Послушайте, мы можем хотя бы минуту поговорить? Хорошо, только минуту. Герман, послушай меня. Значит, обвинение с тебя сняли по аварии. В дневных новостях показали, только что. Жаль, поздно. Идёмте. Слушай, давайте. Поднимайте, поднимайте. Вставай, вставай, вставай. Аккуратно, ребята, аккуратно. Всё, парни, грузимся. По машинам. Хана, Герки. Слушай, кой чёрт он уволок у Сундукова его жену? Я же приезжал сюда, видел их. И я тебе скажу, жена эта, Сундукова, вовсе не выглядела как жертва. В смысле? Они вели себя как... как старые знакомые, понимаешь? Чёрт, адвоката надо хорошего искать. А сколько ему могут дать? От четырёх до восьми. 126-я статья. Ой, ой. Что ему нужно было от этого Сундукова? Да не знаю, пойди ты его спроси. Бог его знает. Ладно же, я пошёл. Мне ещё машину его волочат до города. Всё, давай. Всё, мужики, собираемся. Ну что ж, отдыхайте, Екатерина Васильевна. А лечением тогда займёмся завтра. Пойдёмте. Ну, что? Ну, в принципе, в порядке. В порядке? Смотрит, как... психика-то здоровая. Но у неё депрессия. Это, как вы понимаете, не просто плохое настроение. Это болезнь, которую надо серьёзно лечить. Сами. Я прошу прощения, Михаил Петрович. Мне нужно поговорить с Екатериной Васильевной. Это в интересах следствия. Об этом пока не может быть и речи. После поговоришь, Паш. Понял. Пойдёмте. На сердце раньше не жаловались? Нет. Ну, что тут по одной кардиограмме поймёшь? Вас обследовать нужно. Я постараюсь, чтобы вызвали специалиста. Герман Алексеевич, а вы меня не помните? Ну, мы же с вами на Гаити вместе летали. Там землетрясение было. Я ещё тогда интерном был. Не думал, что так придётся встретиться. Да, неожиданно. Я постараюсь добиться, чтобы вас обследовали. Как самочувствие? Я доктора вызову. Не надо. Я сейчас встану. О, давай, Екатерина, давай. Я понимаю, там депрессия, стресс, но хватит уже. Жизнь продолжается. Продолжается. Тебе. Ну-ка. О! О! Есть повод прогуляться. Себя показать, людей посмотреть. Я на три дня в Ханты-Мансийск уезжаю. А ты давай здесь. Очеловечивайся. Хватит. Здравствуйте, Екатерина Васильевна. Я поговорил с вашим доктором. И он разрешил мне побеседовать с вами. И если вы, конечно, не будете возражать. Простите за настойчивость. Я хорошо понимаю ваше состояние и прошу вас меня понять. Тоже преступник задержан. Необходимо проводить следственное... Какой преступник? Кузнецов. Вы не волнуйтесь, Екатерина Васильевна. По аварии он вывернулся, но по вашему случаю ему не отвертеться. Я просто не понимаю, о чем вы говорите. О вашем похищении. Давайте уточним детали. Когда и где было совершено похищение? Где он сейчас? В тюрьме. И уверяю вас, выйдет он оттуда не скоро. А с чего вы взяли, что меня похитили? Простите, не понял. Кто вам сказал, что меня Кузнецов похитил? А как же... Я сама с ним уехала. Он мой любовник. Так, позвольте, а письмо? Он же написал, что будет держать вас до тех пор, пока не решится вопрос об аварии. Ну, я не знаю, что он там написал. Я вам совершенно официально заявляю. Я добровольно с ним поехала, никакого похищения не было. Екатерина Васильевна, вы осознаете, что говорите? Более чем. Дайте мне этот протокол. Ну, что там, я не знаю, обычно положено у вас, что? Я не знаю, я сама все напишу и подпишу. Дайте. Ну, что ж. Пишите. Интересное дело, Павел Геннадьевич. Вы хоть понимаете, что я должен его отпустить? За отсутствием состава преступления. Я вас прошу, нельзя его сейчас отпускать. Мы можем подождать, пока вернется сундуков? Мы все решим. Ну, знаете ли, а на каком основании? Вот здесь в папке лежит документ, который камня на камне не оставляет на обвинении. И заодно рассыпает все дело. Он рассыпает все дело. Вы, следователь, вы придумаете что-нибудь? Это ваши проблемы, Павел Геннадьевич. Арестованный Кузнецов доставлен. Садитесь, Герман Алексеевич. Снимите наручники. Не боитесь? Чего? Что за душу? Нет, не боюсь. Ознакомьтесь. Что это? Дело о похищении я закрываю за отсутствием состава преступления. Как? А вот так. Причину выясняйте сами. Да, поезжайте в кардиоцентр, Герман Алексеевич. Мне тюремный доктор такое воззвание написал, что у меня лицо мокрое от слез было. Все, документы на ваше освобождение оформлены. Я вас больше не задерживаю. Объясните. Ничего вам объяснять я не обязан. Всего доброго. Я не знаю, что говорить. Ну, скажи о себе, да? Нет, о себе вы будете рассказывать на кухне. А здесь нужно рассказать о волшебной силе интернета. Ну, просто отвечайте на мои вопросы, и все. Ты готова? Я да. Давай начинаем. Резонансная история врача-пульмонолога Германа Кузнецова действительно наделала много шуму. Но с чего начался этот резонанс? Сейчас мы находимся в гостях у молодых людей, которым удалось всколыхнуть общественное сознание. Это дочь доктора Настя и ее друг Василий Суслов. Только мое участие, скорее, символическое. Потому что, если бы не Васе, то моему отцу пришлось бы по-настоящему тяжело. И вообще, Вася начал все делать. Скажите, Василий, а что послужило толчком для того, чтобы вы начали эту тяжелую и чаще всего неблагодарную кампанию? Дефицит справедливости. Парни, это было круто. Да респект, респект. Полный респект. Больше бы таких акций, что-то может быть, и изменилось бы. А я не верю в это. Это просто временная победа. В новостях про Кузнецова показывали. Сказали, что он полностью оправдан. Ты смотри-ка, вывернулся все-таки. Ну, перестань. Значит, не виноват. Ага, носовал денег. Вот и прикрыли дело. Свет. Кому сидеть-то захочется? Ой, это ж какие деньжищи должны быть? Ой, Вер, ну какие деньжищи? Вот Антон ему опять накидает операций, и он снова в шоколаде. Да и без этого к нему попрут. Реклама бесплатная. Снова можно нарушать уголовный кодекс. Светка, ну и зрячок у тебя. Слушай, с каких это пор он для вас таким хорошим стал? Да ваш Кузнецов жлоб, подонок и сволочь. И тюрьма по нему давно плачет. Здравствуйте. Здравствуйте. А подслушивать нехорошо. А я к вам не в спальню вошел. По телевизору сказали, что вас полностью оправдали, и принесены вам официальные извинения. Ну, официальных извинений мне никто не приносил, и вряд ли принесет. Я искренне рада, что вы вернулись. Спасибо, спасибо. Может, вы от меня ждете извинений? Да ну что вы, Светочка, я живу в реальном мире. До свидания, Вера. До свидания, Свет. Ты что? Привет. Здорово. Я понимаю, тебе надо оклематься, но у нас тут полная врала. Хорошо, что пришел. Да, сейчас в больнице разговоры только о тебе. Уже в курсе. Окунулся в родной коллектив. Неприятно. Да я цветов-то не ожидал. Все нормально, всем доволен. Особенно тем, что я вернул мою прежнюю жизнь. Ну, я молодец. Ты пить-то будешь? Да не хочу. Ну, ладно. Так, тогда давай посмотрим твою занятость. Так. Знаешь, вот когда ты живешь в своих обычных, ну, обычных обстоятельствах, личных, ты как-то не замечаешь обидной несправедливости по отношению к другим. Нету. Замечаешь, но воспринимаешь это как допустимое. А вот когда ты эту несправедливость видишь, но ничего не можешь сделать, то как-то, в общем, закрываешь глаза и забываешь. Герк, извини, что-то я не понимаю. Я сам себя не понимаю. Помнишь мою пациентку Петрову? Какую Петрову? Ну, то, которой год не хватило, мы ей в операции отказали. А, ну да, помню. Понимаешь, вот когда твои личные обстоятельства, вот они, складываются так, что их можно определить одним словом безысходность, то начинаешь очень понимать, как важно человеческое участие. Герман, мы говорили об этом... Говорили об этом с тобой. Мы не можем себе позволить благотворительной операции. Да я не об этом. Никто не должен бесплатно работать. Нас не коммунизм, я согласен. Правильно. Но можно хотя бы попытаться добиться увеличения квот. Но я... Я первый тебе помогу. Знаешь, я... Я первый тебе помогу. Папа? Папа? Папа, я звоню, звоню, дозвониться не могу. Как ты? Ну, как видишь, жив-здоров. Ну, а вы-то как здесь? Ой, пап, без тебя тут так всё закрутилось. Вася вообще поднял на уши всю сеть, и ты не представляешь, сколько людей вышло на твою защиту. Вася? Ну да, Вася, ты его помнишь. Он хороший. Ну да, хороший. А где он сейчас? Ай, в институте. Папа, слушай, мне Вася всё про тебя рассказал. Я теперь всё знаю. Ты молодец, я горжусь тобой. И ты всех победил. Ну да, победил. А что? Вася разыскал всех свидетелей, они обещали дать показания в суде в твою защиту. Ведь суд состоится. И ещё Вася... Настя, 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 у тебя каждое второе слово «Вася». Ты случайно не влюбилась? Ну, мне он нравится, конечно. Слушай, а где Альма? Альма погибла. Меня защитила, а я её не смог. Ладно, как мама. Да. Спрашивает, когда ты выйдешь на работу. Узнаю. Папа, когда с тобой всё это произошло, я так испугалась за тебя. Пап, я люблю тебя. Очень-очень. А ты меня любишь? Ну, а кого мне ещё любить-то? Правда? Правда. Папа. Герман, давай, проходи. Молодец, что зашёл. У меня коньячок есть. Будешь? Давай. Ага. Давай, садись. Лёха, я... Я не думал, что он тебя выследит. Да перестань. В общем, я не хотел тебя подставлять. Да перестань. Конечно же, не хотел. Мы же с тобой видимся-то теперь. Крайне редко. За тебя. Где Екатерина, не знаешь? Так увезли её. Ты ещё без сознания был. Увезли насильно? Да нет. В скорую. Она ж не бодрее тебя была. Плесни ещё. Ну что-то как неживой-то? Что-то тошно мне без неё. Да ты, я как погляжу, влюбился не по-взрослому. Похоже. Да. Что делать-то собираешься? Где она и где ты? Не знаю, Лёха. Ну и так тоже сидеть сложи руки. Не могу. Так это в ней, ты уверен? Я ни в чём теперь не уверен. У меня своя жизнь. Сложившаяся. Ну, бросила её ко мне. А теперь всё, возвращается на круги своё. Ну вот что. Всё, хватит заниматься самоедством. Давай-ка. Ещё по рёмочке. Держи. Ну, Лёха, извини. Привет, Коль. Привет. Ты уже собрался, да? Да. Мне уже пора, поэтому говори быстрее, что хотела сказать, и я поеду. В общем, мне визу дали, и я с тобой поеду, если ты не против. И самое главное, я билет забронировала в Лондон. Здорово. Но боюсь, что с Лондоном придётся подождать. Коль, блин, правда, ну хватит уже дуться. Я не дуюсь, Ира. Просто я правда не хочу, чтобы ты приезжала ко мне в Англию. Знаешь, я долго думал, и мне реально было тяжело принять это решение. Пожалуйста, не приставай ко мне больше. Я не хочу тебя видеть. Прощай. Ну, а температура какая? Вы мне про вечернюю. Да. Герман Алексеевич. Я перезвоню. Герман Алексеевич. Игорь Михайлович. Дорогой. Как я рад, что вы живы. Да, это уже неплохо. Благодаря вам. Я-то здесь при чём? Как при чём? Вы же вызвали в камеру охрану. Я видел, какую цену я вам это дала. Да перестаньте, я просто... Да не просто. Ещё бы пять минут промедленнее, и для меня это было бы бесполезно. Я всё время думал вас встретить, хотел вас поблагодарить. Но сегодня только вышел из больницы. Царь, как вы себя чувствуете? Ну, чувствую. Слава Богу, что удалось добиться освобождения поцелов. Это уже неплохо, правда? Ну, я просто не знаю, что сказать. Так что делаем всё, что должно. Да, и пусть будет то, что будет. Правда, банальный, но единственный правильный рецепт. Если бы люди более крупного масштаба, чем мы с вами, об этом думали, они могли бы сделать больше, чем мы с вами. Простите за пафос. Игорь Михайлович, подождите, как вы меня нашли, а? Ну, это нетрудно догадаться. Сколько раз вы упоминали фонтанный дом? А, ну да, разумеется, да-да. Как у вас дела? Всё наладилось? Ну, слава Богу, Игорь Михайлович. Тогда я вас поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Так, а почему мы здесь стоим? Дождик. Ну-ка, пошли ко мне. Пошли, пошли. Это удобно. Так, Игорь Михайлович, о чём? Позвони ему. Ты думаешь? Позвони, позвони. Не отвечает? У-у-у. Набери ещё раз. Девчонок надо спросить. Девчонок надо спросить. Да, слушай, слушай. Гер, а почему ты не звонишь? Ну, а почему я должен тебе звонить? Гера, нам надо встретиться. Нам есть о чём поговорить. Алло, Гера, почему ты молчишь? Гера, алло. Что, бросил трубку? Бросил. Лиля, не расстраивайся. Ну, ты же знаешь, все мужики, они... Ну, ты меня понимаешь. Не знаю, что ему надо. Молодая, красивая, образованная. Лиль, поверь мне, на твой век мужиков хватит. Вот плюнь и разотри. Всё, забыли. Угу. Ира, Ириша, тут тебе... Что? Повестка в суд. Ну, вот. Мало того, что от меня шарахаются все, как от чумы, так теперь ещё и это. Как я всё ненавижу. Как я устала от всего этого. Мало того... Привет. М-м-м. Прости меня, знаю, долго не приходила, волновалась, прости меня, Настюш. Не было никакой возможности к тебе приехать, но я всё время о тебе думаю. Сегодня от мамы письмо получила. Пишет, что очень по нам скучает. Ничего, Настюш, я тебя скоро домой увезу, увидим папу, маму и всех-всех-всех. Я тоже очень по ним скучаю. Знаешь, я одного человека встретила. Он необыкновенный. Настоящий мужчина. На поступки способный. Я просто голову потеряла. Никогда так не влюблялась. Да шум в ушах. Самое ужасное, что я не могу быть с ним рядом. Если я сама на поступок не решусь, я не могу с ним рядом. я с ума сойду. Вот так вот, сестрёнка. Поговорила с тобой, действительно легче стало. Невозможно всё время в скорлупе жить, правда? Слушай, Настюш, я теперь к тебе буду чаще приходить. Люблю тебя. Пока. Продолжение следует... 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 Прости, я… Я должна была тебя увидеть. Катька. Если бы дверь открыл кто-то другой, я бы сказала, что, что ошиблась адреса. Какой же я дурак. Что мы здесь стоим тогда? Да. Вы заказаны в аэропорт. Да, садитесь. Я все-таки дурак, Катька. Я ведь себя все уговривал. Не искать у нее… у нее жизнь налажена. Прости меня. Если бы ты знал, как я хотела тебя увидеть. Я люблю тебя. Я без тебя дышать не могу. Это за мной. Я от Сундукова ушла. Господи, что теперь будет? Не ходи туда. Не ходи туда. Я тебя прошу. Кать, Кать. Не бойся ничего. Нет. Пусти мне, Кать. Катя, пусти. Слышь ты, если не откроешь, мы дверь автогеном вырежем. Ты тоже учти его. У меня на ружье коробка патронов. Хоть один выстрел, но сделать успею. Давай. А если нет? Глебета поганая, ты подумай, а! Здравствуй, Миша. Зачем пришла? Миша, Ира из дому сбежала. И я-то тоже. А кто ещё? Неважно. Куда сбежала? Записку оставила? Все мои вещи, драгоценности. Забрала и сбежала. Забрала. Украла. Так и говори. Господи. Ну, не реви ты, Господи. Мишенька, ну когда же с ней такое началось? Помнишь, какая она была девочка? Девочка добрая была девочка, отзывчивая. Помнишь, как она все свои игрушки подарила девочке больной соседской? Это в коммуналке когда жили? Вспомнила. Это всё в другой жизни было. Вот именно, в другой. А потом, когда появились у тебя эти деншища, вот ты её и избаловал. Ты её много воспитывала, в перерывах между, да? Да ладно? Миш, что теперь-то делать? Не знаю. Представляешь, не знаю. Ещё неделю назад думал, что я жизнь в руках держу. Бога за бороду схватил. А теперь выясняется, что ни хрена я в этой жизни не понимаю. Хватит мне сегодня негатива, Лора. Пойду прилягу. Миша, что с тобой-то? Михаил Петрович. О! Открывай! Кир. Не бойся ничего, не бойся ничего. Я про автогель не шучу. Ничего не бойся. Не бойся ничего. Сейчас дверь сломаем. Ничего не бойся. Ничего не бойся. Открывай, я сказал. Алло. Да, я. Кто это? Хорошо. Я сейчас приеду. Как не вовремя-то. Здесь подождите, я скорая. Понял. Уезжают? Один только уезжает. Гер, ты меня им не отдавай. Никому я тебе не отдам. Прости, я просто боюсь очень. Я знаю. Мы не опоздаем? А через сколько ваш рейс? Через сорок минут. Вам бы, конечно, пораньше нужно было бы вызвать машину. Сейчас пробки, боюсь, опоздаем. Давайте быстрее, а? Ну вот, похоже, приехали. Да вы что? Да мне же лететь надо. Вот так, после! Ага. Кто? Что? Что к пиourу? Ты да не добился? Кто? Уже. Что это? Передайте, пожалуйста, ремешек. Мишенька, все будет хорошо, Борис Моисич, может быть, не волнуйтесь. Может быть, дома лучше? О чем вы говорите? У него инсульт, каждая минута дорога. Поехали, поехали. Мишенька, сейчас мы в больницу поедем. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Хорошо, любимый. Держись. Отбой. Снимайте плений. Гир, они все уехали? Не знаю. Надеюсь, что да. Что дальше делать будем? Ну, вечно в четырех стенах ты сидеть не будешь? Не бойся, Катька. Я теперь смогу тебя защитить. Защити меня. Это уже начинает мне надоедать. Не ходи, не открывай им. Кать, это надо решать. Раз и навсегда. Здравствуйте. Здравствуйте. Герман Алексеевич. Да, это я. Здравствуйте. Можно? Пожалуйста. Здрасте. Я прошу прощения. Мы без предупреждения. Но мы только на минутку. Вы Вику не помните? Мы будем помнить вас всю жизнь. Детка, это доктор, который тебя тогда спас. Ты хотела что-то сказать? Детка, доктор, я хотела сказать вам спасибо. Я ж умерла бы, если бы вы меня не спасли. Убил и на Kunков Угу. Я Glad queste время не parentalille. Убил бы на других же aquellしいating detailed évноситесь. Э killers... Переходи на землю. Я рад decir, valor, чем себе живё Merci. Детка, окей. Второе, что я думаю не conflictиво... о чем? Люди признаться на энергетаж, Соф進, сколькоuplс не в мире. Как Saud vontade— Убил му... Б Judas... Алёши – сп snapped. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok